девочки всем привет сегодня решила провести эфир на тему как сохранить баланс между работой и творчеством очень важная тема начну я с того что расскажу про основные виды деятельности про которые вы конечно же знаете это наши виды деятельности это работа как правило это какой-то чаще всего основной вид деятельности это заработок денег дает обеспечение себя там своих близких 2 вида деятельности это образование вспомним себя да когда мы были студентами и основным нашим видом деятельности было образование но даже сейчас многие из нас обучаются да совмещаю работу с образованием третий вид деятельности это творчество творчество по данной классификации предполагает создание новых объектов культуры и искусства здесь я бы конечно бы еще сказала бы например каких-то в таких творческих профессиях, в которых постоянно человек делает какие-то произведения искусства. Ну, например, человек занимается созданием картин. Еще один из видов деятельности – это спорт. Спорт нам нужен для того, чтобы поддержать свое здоровье в физической форме. И последний вид деятельности – это домашние занятия. Это вид деятельности человека, который представляет собой деятельность по уходу за собой и своим домом. Домашние занятия включают в себя приготовление пищи, уборку, заботу о детях и близких, а также занятия хобби и досуг. Хорошо обратить ваше внимание на то, что хобби и досуг входят в наши домашние занятия. Сейчас я вам хочу предложить взять ручки и листки и выписать для себя. Обязательно выписать. Ответить на вопросы для себя и выписать на листок. Какой вид деятельности у вас основной? Например, на консультации ко мне приходят очень часто девочки, у которых основной вид деятельности – это домашние занятия, которые включают в себя домашние дела, уход за ребенком. Есть девочки, которые в найме постоянно работают. Какой вид деятельности у вас основной? Второй вопрос, на который вам нужно будет ответить – какие положительные стороны вы видите в этом виде деятельности. Ну, например, я работаю на какой-то постоянной работе, которая приносит мне доход. Обратная сторона медали – что бы вы хотели поменять? Что бы вы хотели поменять на своей основной работе? Например, у меня основной вид деятельности – это домашние занятия. Что бы я хотела поменять? Я бы, например, хотела бы больше отдыхать, больше проводить времени самой собой. Что происходит, когда такие виды деятельности, как работа и, наверное, образование, они занимают большую половину нашей жизни на текущий момент. Может произойти следующее, может произойти перегрузка. На работе у нас могут появляться такие мысли, что пора уходить. Вот здесь вот картиночка такая, когда мозг собирается уходить из того места, где человек работает. Или же, например, мамочка, которая сидит дома с детьми, или домохозяйка, она понимает, что закипает. И мозгу, конечно же, приходится очень-очень тяжело со всем этим справляться. Очень важно включить во все виды деятельности творчество. Почему, я сейчас расскажу. Как дать себе разрешение на творчество? Ну, прежде всего, у многих из нас с детства есть такие установки, что творчество, оно не приносит дохода, это пустое время, пустое времяпровождение. Возможно, какие-то наши поделки, может быть, в детстве кто-то обесценивал, кто-то не хвалил, так как нам хотелось. И когда мы уже повзрослели, произошло то, что мы перестали заниматься творчеством. Детский период, он всегда связан с творчеством. Все дети в том или ином виде, они рисуют, разукрашивают, красят красками, делают поделки с пастеллина. Но вот приходит такой момент, когда мы повзрослели, и все творчество ушло. И как это творчество вернуть сейчас в нашу взрослую жизнь? Можно рассмотреть творчество как дополнение. То есть мы немножечко дополним, мы всего-навсего дадим себе разрешение. Творчество не обязательно должно быть основной деятельностью. Творчество может стать дополнением к основной работе. Вернемся к нашему мозгу. Когда мы погружаемся в творческий процесс, мы отпускаем повседневные заботы и позволяем своему разуму отдохнуть. Это очень-очень важно. Давайте отдыхать своему мозгу. Мы так часто увлекаемся своей основной работой, что забываем о том, как важно заботиться о себе и о своем душевном состоянии. Творчество как волшебный ключ к нашей внутренней гармонии. Открытие этого ключа позволяет нам уйти от стрессов и забот хотя бы на некоторое время и посвятить себя своим хобби. Мой опыт, опыт многих других людей показывает, что даже небольшие моменты творчества могут приносить большую радость. Это может быть рисование, вышивание, создание украшений. В моем случае это изготовление свечей. Важно найти то, что приносит вам настоящее удовольствие. С чего начать? С чего начать? Предлагаю начать тем, кто не занимается творчеством. Предлагаю начать с творческого ритуала. Примером творческого ритуала может быть. Каждый день вечером можно заваривать чашку ароматного чая и садиться в этот момент за свое хобби. Чашечка чая поможет переключиться на творческий режим. И если это делать нам с вами каждый день, начиная, например, от 10 минут, и каждый день мы увеличиваем. Первый раз мы заварили чашечку чая, выделили время, например, 9 вечера мы будем садиться, заварили чашечку чая, посидели, 10 минут потворили. На следующий день по 15 минут. Так будет легче переключиться, не будет такого штурма для нашего мозга, и постепенно мы начнем чувствовать, как нам это все нравится. Мы будем в это включаться. Также какие еще инструменты можно сделать, чтобы творчество вошло в нашу жизнь? Или же вы уже, например, занимаетесь творчеством, но понимаете, что у вас этого творчества мало. Или вы выделяете, например, какой-то один день в неделю, и целый день занимаетесь творчеством, потом все последующие дни у вас творчества отсутствуют. Здесь тоже, согласитесь, нет гармонии, нет баланса. Важно установить границы. Научиться говорить «нет», когда ваше время для творчества или отдыха оказывается под угрозой из-за каких-то обязанностей. Установите четкие границы между рабочим временем и временем для творчества. Это про то, что, например, мы что-то запланировали вечером сесть, позаниматься, повязать, повышевать в субботу, в субботний вечер, в 9 часов вечера. И, например, позвонила в этот момент подруга. Все, давай встретимся. Здесь вы выбираете уже для себя. Если для вас это важно, ценно, важно научиться сказать «нет». Нет, потому что в данной ситуации я выбираю себя. Я запланировала, я это делаю. Также можно проанализировать, как вы тратите свое время. Возможно, вы найдете область, где можно оптимизировать время и освободить его для творчества. Это про то, что можно посмотреть весь свой день, расписать, проанализировать и посмотреть, куда вообще ваше время уходит. Возможно, например, как у меня было, я заходила в какие-то чаты, проводила там много времени, и потом оказывалось то, что у меня очень-очень мало времени оставалось на все другое. Что я сделала? Из ряда чатов я удалилась, и таким образом я освободила время. Планирование. Планирование тоже очень важно. Можно создать расписание, в котором будет отведено время как для работы, так и для творческих занятий. Поставьте приоритеты и планируйте свое время. Так, чтобы оно удовлетворяло и творческие, и рабочие потребности. Здесь мы опять говорим про баланс. Мы планируем, но чтобы у нас, конечно же, была работа и присутствовало творчество. Помните, что творчество – это не только результат, но и процесс. В творчестве на каждом шагу можно получать удовольствие, можно испытывать радость в самом процессе. Немножечко расскажу вам про курс, который поможет расслабиться. Как я уже сказала, мой вид творчества – это свечеварение. И сразу расскажу, как изменилась жизнь после обучения у девочек. Потому что были ученицы, которые работали в постоянном найме. У них, например, не было никакого творчества и было просто элементарно выгорание. Были женщины, которые сидели с детьми, ученицы постоянно, и реально не находили время на то, чтобы что-то сделать. Даже у нас менялись отношения. Сейчас я расскажу, что у нас происходило на курсе. Женщины стали меньше уставать на работе и стали появляться какие-то новые идеи. У многих улучшались отношения с близкими, и в том числе с детьми. Кто-то делал свечи вместе с детками, и таким образом они проводили вместе внимание. Мама проводила, мама уделяла внимание своим деткам отношения, они реально улучшались. Ушло, уходит тревожность и приходит спокойствие. В плане эмоций тоже происходят изменения, и это очень важно, когда, например, приходили ученицы с повышенной тревожностью. А по итогу, когда они садились за процесс изготовления свечей, они замечали за собой, что к ним приходило спокойствие. Также еще такой момент, очень интересный, что происходило. Вот такие чудеса на курсах мужчины начинали дарить цветы женщинам. Это тоже, я думаю, важно для всех женщин. И как это работало, я предполагаю, что цветы и творчество, они влияют на женственность. Мы начинаем раскрываться, чувствовать себя женщинами, становимся более свободными. Мужчины начинают это на неосознанном уровне считывать. И реально были такие ученицы, которые писали, что мне ни с того, ни с чего. Парень, муж подарил цветы. Также знакомые начинали узнавать, что девочки делают цветы, и сами писали, и говорили, слушай, у меня тут есть на даче цветы, давай я тебе их свежие привезу, я знаю, что ты делаешь классные свечки. У опытных свечеваров тоже после курса менялась жизнь, они расширяли продуктовую линейку и стали выделяться по итогу на рынке эксклюзивными цветочными свечами. Немножечко расскажу вам, какие вопросы чаще всего задают, когда решают идти на курс, долго ли длится обучение, потому что, опять-таки, вернемся к видам деятельности, когда человек, который находится в найме, у него есть страх, что не хватит времени, если он сегодня уделит творчеству полчасика, то, возможно, произойдет такое, что он не успеет выполнить какие-то рабочие дела, написать там какой-то отчет, все это будет чревато какими-то последствиями неприятными. Вот здесь я хочу сказать, что курс, он в записи, обучаться можно в любое время, и материалы курса разбиты на небольшие понятные уроки. То есть вы сами будете контролировать свое время, сколько вы готовы посмотреть сегодня, сколько вы готовы сделать сегодня, сколько вы готовы сделать завтра. Вы готовитесь. Также еще такой вопрос, тоже его очень часто задают. Прошла много курсов, много всего умею, что новое я узнаю на курсе. Ну, здесь хочется сказать, что любое обучение – это всегда новые знания. И на курсах я раскрываю свои личные секреты, и наверняка об этих секретах знает на сегодняшний момент только я и мои ученики. Еще такой вопрос, что понадобится для курса, боюсь, не потяну финансово. Это тоже очень такой важный вопрос. Девочки, которые дома, например, находятся в декрете по уходу за ребенком, или, например, женщины, которые выходят на пенсию, у них возникают очень часто такие вопросы, что нужно будет реально очень сильно потратиться, и им не хватит денег на то, чтобы удовлетворить все свои какие-то потребности. Купить продукты, купить одежду малышу, питание, заплатить коммуналку. Но здесь я хочу сказать, что для изготовления свечей ботанических понадобится всего две формы. Понадобится фитиль и понадобится воск. Сухоцветы. Сухоцветы можно будет цветочки заготовить самостоятельно. Что-то даже сейчас август все заканчивает свести, но и сейчас даже мы на курсе собираем цветочки. На самом деле, сухоцветы здесь я не считаю какой-то большой проблемой, и, возможно, они у вас уже дома есть. Я знаю, что, например, девочки-мыловары, они часто сухоцветами украшают свои изделия. И также еще такой момент, кто-то сушит травы. Травы, например, тот же самый зверобой, чебрец, все эти травки мы тоже можем использовать для изготовления свечей. Также я даю ссылки на курсы на разных продавцов воска, где можно выбрать и недорогой какой-то воск на период обучения. И хочу сказать, что, продав всего три ботанических свечи, всего три, вы окупите курс по изготовлению ботанических свечей. Выбирайте себя, творите, наслаждайтесь. Это очень важно. Творчество должно присутствовать в нашей жизни обязательно. И тогда, конечно же, будет баланс. Баланс между нашим основным видом деятельности и творчеством. И вот когда мы к этому балансу придем, придет гармония, будет чувство удовлетворения и реально жизнь начнет меняться в лучшую сторону. На сегодня у меня все для вас. Спасибо всем, кто посмотрели эфир. И надеюсь, что для вас эфир был полезен. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok